Добрый день! Сегодня у нас первое спортивное интервью и мы поговорим о такой вещи, как бразильское джиу-джитсу и грэплинг. Это единоборство, которое стремительно набирает популярность по всему миру и, как и в любом виде спорта, здесь есть свои профессионалы. И сегодня у меня в гостях мой друг Артем Шальков, который как раз занимается этим видом спорта. И поговорим сегодня с тобой, Артем, о БЖЖ, о грэплинге, о тебе. Как дел? Хорошо, как у тебя? Отлично! Расскажи о себе кратко, чем занимаешься, как пришел к тому, что ты сейчас делаешь? Мне 24 года, я занимаюсь бразильским джиу-джитсу 8 лет, с 2012 года. Начинали мы все как бы старые банды, в том числе и ты там был. Занимались у Нуреева Артура в клубе Браса. Это филиал Бельгийской академии, который возглавлял Арбим Урадов. Сейчас он тренирует в Беркуте, многие знают этот клуб, в Чечне. Ну, непрерывно занимаюсь 8 лет, сейчас на данный момент выступающий спортсмен и тренер открыл свою академию, филиал итальянской академии, флоу джиу-джитсу в Уфе. Мы вернемся еще к твоей академии. Расскажи, как ты понял, что ты хочешь связать с этим жизнь? Как это произошло? Меня позвал мой лучший друг на тренировки, я до этого занимался футболом лет 5, наверное, и брейк-дансом лет 6, но эти тренировки как бы не были профессиональными. Футбол был профессиональный, но он был в юношеском возрасте и ты особо так не осознавал то, чем ты занимаешься. Как бы там тренировки были выстроены так, что они как бы как профессиональные тренировки, но все равно ребенок в голове и многого не осознаешь. То есть в джиу-джитсу я уже пришел в более осознанном возрасте, когда информацию как-то воспринимаешь более адекватно и понимаешь, зачем ты занимаешься, для чего ты занимаешься. Ну, началось получаться, видимо, в силу того, что брейк-дансом занимался в 5 лет и координация тела, баланс очень хороший был, подвижность. То есть первый тренер это сразу заметил, что быстро очень рост, очень быстро получил синий пояс, в принципе, ну, довольно-таки рано даже синий пояс получил, полгода. Это не очень хорошо, в принципе, джиу-джитс, быстро получить пояс. Я это помню еще, как ты получил первый пояс, да, потому что у тебя быстро получалось, а это реально круто. Ну, а вот смотри, в какой момент жизни, ну, то есть вот за эти 8 лет, получилось, был тот момент, когда ты понял, что это именно то, чем ты хочешь зарабатывать на жизнь, это именно то, с чем ты хочешь связать свою жизнь, и это не просто развлечение, а это образ жизни. Ну, по большей части меня это втянуло, потому что здесь все зависит. Я как бы занимался танцами, да, танцы не настолько профессиональный вид деятельности, и вообще это не спорт, по сути. Танцы это отдельная такая субкультура, то есть она к спорту, в принципе, это больше к искусству как-то относится. Потом начал заниматься футболом. Футбол – это командный вид спорта, то есть не все зависит от тебя. Здесь, нежели все зависит от твоих кондиций, умений, от твоего опыта, то есть ты работаешь сам на себя постоянно. Развиваешь себя, стремишься только вверх, все. И только есть ты и твой оппонент на соревнованиях. Все. За 8 лет, вот за этот промежуток, в какой, ну то есть во времени, сколько тебе было лет, когда ты понял, что ты хочешь быть тренером, когда ты понял, что ты хочешь заниматься этим всю жизнь? Если честно, я бы не хотел быть тренером, я бы хотел быть профессиональным спортсменом, атлетом. Постоянно выступать, получать зарплату, на какие-то гонорары, ездить постоянно на соревнования. Ну, судя из реалий российских на данный момент, да, ну вообще и мировых, пока нет такой площадки, которая давала бы тебе контракт по джиу-джитсу, то есть как в футболе и какие-то другие виды спорта. Такого нет, то есть все спортсмены вынуждены тренировать, чтобы себя прокормить. То есть, по сути, это вынужденная мера? Да, вынужденная. Потом просто я в это втянулся, как бы, так получилось, что из меня оказывается, ну, не прям так могу сказать быстро, что крутой тренер, но результаты сами за себя говорят. То есть я вот тренирую полгода, да, у меня за полгода 7 синих поясов, но это хороший результат, очень хороший. Как твои ученики выступают на соревнованиях? Очень хорошо, есть призеры, ну, не всероссийских турниров, но пока не чемпионаты в России, есть призеры Европы категории мастерс, то есть это возрастная категория от 30 и более возраст. Денис, мужик взрослый, ездил сюда на чемпионат Европы, он, то есть, выступал в своем разделе и занял третье место на чемпионате Европы. Когда ты тренируешь, ты кайфуешь, передавая знания? Да, в джиу-джитсу есть такие моменты, очень трудно многих специфичных техник, да, которые тренера не особо любят делиться своими учениками. Я нежели стараюсь показать все то, что я умею, то есть весь свой опыт. Если честно, я даже сам помню, когда я занимался, были у нас с тобой наши общие знакомые, которые боролись лучше нас, но не показывали, как они это делают, да. Нет, надо делиться обязательно делиться. Ты, наверное, учишься на этих ошибках и как раз-таки отдаешь все свои фишкарии своим ученикам, чтобы они превзошли учителя, да? Да, естественно. Это круто, да, это круто. Расскажи, как реагирует твое окружение, твои родители, друзья, девушка на то, что ты делаешь? Родители, нежели, я бы сказал, реагируют более нейтрально, потому что, опять-таки, касается постоянно вопросов финансов, то есть тебе скоро 25 лет, у тебя нет квартиры, у тебя нет этого, того. Устройся на нормальную работу. Устройся на нормальную работу, да. Когда ты перестанешь по своему залу кататься? Ну, как бы, отец все время говорит, что... Ну, у него есть примеры, то есть он считает, что тренер это профессиональная... Ну, профессиональная профессия. Нет, профессиональная профессия такая же, как водитель и так далее, потому что... Как-то мы с ним, кстати, смотрели передачу. В Канаде есть такая система, какой-то человек, допустим, да, национальности канадского, то есть гражданства канадского, да, берет золото на Олимпиаде. Первому тренеру, который его тренировал, выплачивается миллион долларов. То есть пловец, неважно. И первые тренера, они как в школе, в школе учился, я там физрук плаву не учил, а вот ему миллион долларов. То есть ты забрал золото на Олимпиаде. Интересная система проощрения. Достойная. Нейтральная, грубо говоря. Как бы и есть больше плюсов и минусов, то, что постоянно устаешь. Родители тебя не понимают особо, потому что они сами спортсмены, родители не спортсмены. То есть я не вырос ни в профессиональной спортивной атмосфере в этой спортивной. То есть обычные родители, обычная российская семья. Ну, а вот такие моменты бывают, когда ты перегораешь. То есть когда бывает ощущение, что, блин, хочется все бросить. Да, было. Все надоело, и зачем я вообще это делаю? Было пару таких моментов. Почему? В основном не в финансовом плане, а в спортивном развитии моем. То есть в какой-то момент я чувствовал, что я остановился в развитии. И пару раз я ездил на чемпионат Европы, вылетал в первых кругах на соревнованиях. Довольно-таки не сильным оппонентом. Познакомился там с одним парнем, Томми Лангакер. Он живет в Норвегии. В принципе, ну, схожая страна с российской, да, по погоде. Только по погоде, наверное. Только по погоде, да. Ну, я имею в виду того, что там нет особо бразильского джиджица. Она такая же, как в России. Этот человек сейчас выступает в черных поясах на уровне чемпиона мира. То есть он постоянно в призах. На чемпионате мира, на чемпионате Европы. Он выбирает. О том, что ему не с кем там бороться, а он уровня топов. Да. У него есть своя академия, и там человек в 5-6 черных поясов, они вот вместе начинали и тренируются. То есть, значит, можно конкурировать. Не важно, где ты находишься. То есть, можно развиваться. Просто раньше я думал так, что, чтобы нормально выступать на чемпионате мира, на чемпионате Европы, ты должен тренироваться и в Бразилии, и в Америке. Ну, на край, где-то в самых сильных академиях Европы. Как таковых, там таких прям сильных академий нет. А сейчас пришел к тому, что зачем ехать куда-то, когда можно создать здесь у себя самому тех оппонентов себе, с кем тренироваться и с кем расти, да? Да, тоже плюс в чем. Ты постоянно проверяешь свою технику. Но ты начинаешь привыкать к своим оппонентам на тренировке. То есть, ученикам, ты знаешь, что они умеют, что они не умеют. Видишь, слабые, сильные стороны. Ты не играешь в их игру, которую они любят, допустим. Ты немножко по другим углам начинаешь с ними бороться, как тебе удобно. И поэтому надо постоянно менять парик партнеров. Ну, в Уфе это очень трудно сделать. Ну, у нас в Уфе, помимо твоего зала, есть еще джангл. Да, да. Где еще у нас бразицкая джи-джи-джи-джи-джи? Ну, именно бразицкого джи-джи-джи-джи больше нету. В принципе, на всю Башкирию две академии. Ты туда и туда ходишь, получается, или чисто из себя? Нет, нет. Ну, скоро мы будем сотрудничать, мы будем делать дни борьбы. То есть, как бы с их стороны поступало предложение. Мы им сейчас тоже площадку, может... Они делают день борьбы в Декарлоне, каждую субботу. То есть, как бы нас туда приглашали, но пока было не до этого, были сборы. Поэтому... Да, к сбору вернемся. Сборы, сборы, я знаю, то, что ты провел. Ну, можешь, в принципе, наверное, рассказать. Давай сразу о сборах. Как прошло, кого привозил, где проходило, какие результаты? Очень крутые сборы, наверное, самые лучшие сборы, из тех, на которых мне удалось побывать. Не в плане атмосферы какой-то, то, что много народу было, а в плане именно тренировочного процесса. Очень грамотно были тренировки выстроены. Они не были чересчур сильные. То есть, не было такого сильного интенсива. Все как-то... Даже те люди, которые первый раз попали в бразильское джиу-джитсу, там были такие несколько, 23 человека, им было по кайфу тренироваться. То есть, те же самые сборы, на которых я был раньше, но если человек с джиу-джитсу не занимался, он попадал в эту атмосферу, ну, я думаю, он бы многого не понял, он просто тупо устал и не получил бы от этого никакого... Отторжения от процесса обучения, да? Здесь как-то все было настолько лайтово. Ну, просто человек, которого я привозил, это мой тренер, на данный момент мой наставник, Андрей Вердемаре. Я жил некоторое время в Риме у него, тренировался у него. Он, грубо говоря, жил у него прямо дома, с его родителями, с ним, тренировался у него в академии целыми днями. Он приверженец того, что не надо сильно перегружать себя постоянно. То есть, вот у тебя, допустим, есть рабочая неделя тренировки. Некоторые люди приходят в понедельник, умирают на тренировке за 3 часа, и потом 3 дня отходят от тренировки. Вот в пятницу должна быть самая мощная тренировка за неделю, а не в понедельник и не во вторник. То есть, в понедельник такая более спокойная тренировка, больше дриллов, работы на технику, легкие спарринги. И так по нарастающей до пятницы. То есть, ты должен загрузиться, ты должен устать именно в конце недели, а не в начале. Чтобы выходить отдохнуть как-то. Да, и рестарт постоянно. Он сказал, что многие профессиональные атлеты, с которыми он знаком, именно кто практикует бразильское джиу-джитсу и живут в Штатах, в Бразилии, именно придерживаются этого принципа. То есть, ну невозможно пахать каждый день 24 на 7 этой сказки. Либо ты заряжен на допинге по полной, чтобы, ну и то, это потом с возрастом, своим последствиям необратимо приведет. То есть, либо перегоришь, да? Ну, перегоришь, не перегоришь, зависит от того, что финансовая часть, опять-таки. Если ты за это получаешь деньги, ты не перегоришь. Если ты не получаешь деньги, то да, тут уже, грубо говоря, мотивация. Надо тебе это или не надо. То есть, вот сейчас люди, которые занимаются джиу-джитсу, да, у них будет в голове около 25-24 лет, будут проблемы с деньгами. И они будут задумываться. Работа, тренировка, работа, тренировка. Все будут выбирать работу, я, как бы, в частности пойму, да. Но те люди, которым сейчас 17-18, может, чуть помладше 16 лет, да, у них есть вот будущее в джиу-джитсу именно в России. Потому что сейчас уже начинают создаваться площадки, в которых очень хорошие гонорары. Та же самая лига ACB чеченская, да. А очень хорошие гонорары это сколько? Ну, давай. Ну, за турнир, вот сейчас, да, я поеду на Чемпионат мира проводить ACB. У меня... Когда ты поедешь? 13-14 июля в Москву, ACB Чемпионат мира проводят в Москве. То есть у них есть свой сезон, свои турниры, есть отборочные турниры. На ACB, на Чемпионат мира ACB, по версии ACB, джиу-джитсу, может заявиться любой желающий, но... То есть, если ты предыдущие турниры выиграл, тебе будет оплачен взнос на эти турниры. Могут оплатить билеты, то есть уже какие-то большие бонусы. Это уже... А вот как в твоем случае? Нет, я еду в свой счет, потому что я выиграл без кимоно категории, к сожалению. Кимоно стал вторым, проводил турнир был в феврале. Он проходил в Казани, это типа центрального округа Российской Федерации сделан. Не ЦФО, он по трубе, просто Central Russia, Central Russia. Я в кимоно стал вторым, но на УГИ я выиграл без кимоно категории, а Чемпионат мира именно в кимоно. То есть, отбор я не прошел, но я еду все равно, сам заявляюсь, сам оплачиваю, все за свой счет. Но там есть большие гонорары. В своем поясе, в коричневом поясе на данный момент я могу заработать 1800 долларов. Это очень хорошо. Давай так, мы сейчас немножечко назад отскочим. К моменту того, что ты сейчас проводил сборы и получил пояс, насколько я знаю. Давай, я тебя хочу поздравить с этим. Спасибо. Прям красавчик. Удачи в новом дивизионе. То есть, ты был каким пояс? Пурпурный, да? Пурпурный. Сейчас у тебя коричневый. То есть, тебе до черного осталась одна ступенька. Точнее, эту ступеньку, ты уже на нее встал, тебе осталось забраться на еще одну, и у тебя будет черный. Что дальше? Дальше. Что после черного пояса? Это вершины, эпогеи, совершенства в том, чем ты занимаешься. Что дальше? Ну, у меня есть мечта. Я хочу хоть раз зайти на пьедестал Чемпионата мира в черных поясах. Неважно, какое место. Первое, второе, третье. Там, как правило, четыре места. Первое, второе и два третьих. То есть, хоть раз именно в молодой категории, категория adult, самая трудная категория, это от 18 до 30 лет. Но в нее могут спускаться люди возрастом выше. То есть, тебе 35, ты можешь бороться в adult. Но, если тебе 18, ты не можешь идти в категорию мастерства. То есть, это самая трудная категория, там, ну, грубо говоря, профи категория. Ну, по сути, ты сейчас идешь постепенно к своей мечте. То есть, у тебя цель сейчас. Это очень тяжелая мечта. Черный пояс и потом пьедестал в чемпионат мира. Это очень трудная мечта в плане того, что, исходя из российских реалий, то есть, живя в Уфе и тренируясь в Уфе, но это очень трудно сделать. Это реально сделать, но это очень тяжело. То есть, я постараюсь выжать из себя максимум, чтобы сделать это. Ну, как мне кажется, то, чем ты сейчас занимаешься, если брать в рамках организации своей команды, в рамках создания своего зала, то это правильное начинание. И здесь такая тонкая грань есть между именно атлетом и тренером. Как ты в себе эти две вещи совмещаешь? То есть, когда ты больше уделяешь времени тренировкам, это не сказывается на твоей подготовке? И наоборот, когда ты сам готовишься, не сказывается ли это на результатах твоих учеников? Ну, вот когда я только открыл, да, Академию в августе, то есть, грубо говоря, филиал Академии, начал тренировать. Все тренировки были построены одинаково. То есть, каждый день мы отрабатывали, боролись. То есть, по большей части я их не тренирую. Я сделал так тренировки, что они со мной тренируются. Они делают то же самое, что я. И я заметил, что даже у новичков, которые не понимали изначально какие-то техники, да, они быстрее начинают схватывать. То есть, у меня есть один ученик, который там уже на уровне пурпуров в Башкирии борется. Хотя он белый, он только синий пояс на сборах получил. То есть, уровень развития намного быстрее, нежели в 12-13 году. То есть, смотри, когда я начинал заниматься, всю технику, всю информацию мы еле-еле по кусочкам собирали. А что было раньше, там, в 90-х годах, да, в 2000-х, люди, которые занимались там в Америке где-то, они там, не знаю, одну технику, чтобы узнать какой-то там рычаг локтя изощренной, там, в какой-нибудь странной позиции. Они ехали, там, тысячу километров на какой-нибудь семинар, отдавали очень много денег, а сейчас все это есть в интернете, но люди этим не пользуются. И, то есть, люди тренируются именно со мной. Сейчас я пришел немножко к такому мнению, что есть просто некоторые люди, которые не выдерживают тот темп нагруза, который я даю. То есть, я пытался создать компетитер-команду, да, как бы много таких людей у меня появилось, и половина из них не хочет выступать, они занимаются для себя. Мне пришлось сейчас разделить, то есть, у меня вот две группы. Да, две группы. У меня сейчас просто рабочая неделя, стоит так, понедельник, понедельник, среда, это базовая группа, туда может прийти любой желающий с нулевым уровнем начать тренироваться. Вторник-четверг, это компетитер-группа, это те парни, которые пашут, хотят выступать на соревнованиях, ну, то есть, именно соревновательная команда. Пятница, общая тренировка, чтобы все были знакомы, то есть, типа, мини-дня борьбы, там, борьба по заданию и так далее, всякие информационные вещи в плане соревнований, что-то мы там обсуждаем, тренируемся в пятницу. Ну, то есть, ну, то есть, у всех три тренировки в неделю, а я расписал они так, что те люди, которые выступают на соревнованиях, понедельник, среда, они занимаются фубой. Знаешь, как вот я вижу, когда человеку надо научиться разговаривать на английском, ему говорят, слушай, тебе надо общаться с носителем, ты должен общаться с носителем и так далее. В 2012 году здесь носителей бразильского джу-джитса не было. Здесь были люди, которые пытались что-то сделать. Сейчас, занимаясь 8 лет, можно сказать, что ты уже носитель этого вида спорта. И поэтому, занимаясь с тобой, прогресс идет гораздо быстрее. Естественно, чем больше будет спортсменов, чем больше времени пройдет, тем больше и быстрее развитие. То есть, 8 лет, да, по сути, ну, если бы я жил в Америке, наверное, я бы был уже черный пояс года как полтора-два. То есть, судя из, опять-таки, исходя из реалий, в которых мы находимся, я за 8 лет только коричневый пояс. Это долго. Вот смотри, опять, если возвращаться к теме родителей, к теме того, что нормальная работа. Были какие-то прям вот жесткие, жесткий момент, темные такие времена, когда ты думал, нахер все, пойду устроюсь на завод, специальности по работе. Таких прям времен не было, но были времена, когда я думал закончить, думал перестать выступать и забросить. Ну, либо заниматься просто для себя, там, раз за два в неделю ходить просто из-за того, что нравится морозить, просто держать себя в форме. Неохота ходить в качалку, там, и так далее, просто охота, ну, как бы единоборств есть единоборств. Тот человек, который занимался единоборствами, он никогда в качалку не пойдет, потом заниматься. Пойдет, но быстро надоест и перейдет обратно. Просто так ходить качаться, ну, это лично не мое. То есть, я могу сделать УФП-базу, там, пойти на кроссфит, да, нет проблем, мне иногда нравится. То есть, ну, отвлечая, ты отвлекаешься, чтобы просто у тебя голова тоже отдохнула, джиу-джитсу, идешь в какой-то другой вид спорта немножко. А по специальности ты? Экономист. Экономист. Нормально, у нас в России мы все работаем по специальности. Нам очень много преподавателей шутило постоянно, ты, говорит, в борьбе экономишь. Экономишь большие силы, да. Экономишь борьбе. Ну, я думаю, за 8 лет научился уже экономить силы и бороться так, как надо. Давай мы еще камбэков несколько сделаем. Во-первых, камбэк сделаем к твоим сборам. Да, давай. Расскажи, кто такой Андре? Почему ты его привозил, почему ты у него занимался? И как получилось так-то, что ты открыл филиал Flow, да, ведь? Да. Flow, джиу-джитс, да? Давай вот этот прям. Познакомился изначально я не с ним, я познакомился с его учеником, Черный Пояс, тоже молодой парень, 20. Ему, по-моему, на то время, когда мы с ним познакомились, было 25 лет, Черный Пояс. То есть он трижды выиграл чемпионат Европы без кимоно в черных поясах подряд, 3 года подряд. Очень крутой парень, именно в ноу-ги, то есть без кимоно. Я поехал со своим предыдущим тренером на сборы в Екатеринбург к нему. Я раньше был в джангле, то есть занимался в джангле. И мы поехали с моим тренером Денисом на сборы, туда я с ним познакомился, узнал, что есть... Раньше не было Flow, раньше был циклон Академия. И, то есть, сейчас они тоже разбежались там, в Италии. То есть Симоне открыл свою Академию, Андрей открыл свою Академию в Италии. И таким образом потом я очень много раз ездил на турнир в Тюмень. У меня есть знакомые, близкие в Тюмень. Они проводят каждый год турнир. Очень хороший турнир для нашего региона, именно по бразильскому джиу-джитсу, что редкость. То есть нормальный турнир на уровне, именно по бразильскому джиу-джитсу, в наших регионах очень большая редкость. То есть в основном это Питер, Москва, Кавказ. То есть там можно встретить нормальные турниры по джиу-джитсу. Но в центральных округах, там Сибирь, Уральский округ, Приволжский федеральный округ, это проблематично. Ну, то есть очень мало Академии, смысла в этих турнирах особо нет. Но парни вот сделали, сделали на то время даже уже были призовые. То есть либо за первое место платили деньги, либо кимоно. Кимоно, как правило, хорошая фирма. То есть в среднем кимоно стоит 10 тысяч. То есть это уже, ты ездишь не просто так, это уже тебя радует. Я познакомился с ним, он там постоянно проводил семинары. И был рефери на этих турнирах. Ну, как-то с ним заобщались, нашли общий язык. Я съездил один раз на сборы, потом... И языковой барьер? Ну, у меня есть базовые знания английского. То есть, в принципе, вроде друг друга нормально понимаем. Особых проблем нет, если они есть Google-переводчик помощи. У меня стоял вопрос, я хотел дальше развиваться. У меня стоял вопрос уехать в Штаты. То есть я уже собирался подавать на визу. Я сказал это Андре. Андре говорит, не надо ехать в Штаты. Типа, ну, я особо его не послушал. Я потом сюда приехал, и у меня было где-то месяца полтора на раздумье. И мне мой же тренер здесь, Денис, да, Мугакин, он сказал тоже, типа, зачем тебе ехать в Штаты, там тебя никто не ждет. Лучше съезди в Рим. Как бы там знакомые, там будет попроще. Может быть, там есть работа, что-то получится и так далее. Я съездил в Рим, жил у него, занимался у него, грубо говоря, жил с его семьей, познакомился близко с его родителями, девушкой и братьями, всей семьей, грубо говоря, очень гостеприимная семья. Ну и сам человек такой, если он видит в тебе тягу к знаниям, он тебе дает знания. То есть он стремится помочь. Сколько лет? Ему 34 года, он один из самых титулованных легковесов Европы. Наверное, самый титулованный. Вот именно килограмм до 65, он, наверное, самый титулованный легковес на данный момент. То есть и он занимается только вот этим, только тренерская деятельность? Да, он занимается, насколько я знаю, он начал заниматься так же, как я в 17 лет. Но черный пояс он получил за 7 лет. То есть, видишь, чем дальше от России, ты уже пояс быстрее автоматически получаешь. Ну и в такой весовой категории, в принципе, если бы я весил сейчас 58 килограмм, я, наверное, тоже был бы черный. Потому что маленькая конкуренция, не так много народу, весовой категории. На чемпионате Европы по 6-7 человек весит в этой категории. Это не 30-40. Допустим, я ездил в 2013 году, если не ошибаюсь, по синим поясам. У меня было 125 человек весит. Это очень много. На мир? На Европе. На Европе. 125 человек весит. Это очень тяжело. Олимпийская система там, да? Это где-то 8 схваток надо выиграть, чтобы в тройку зайти только. 7-8 схваток. Я вылетел, что-то, на четвертом кругу. Там проиграл Аспансу одним преимуществом. Даже в тройку не зашел. То есть обычно 4 схватки ты выиграешь, ты первый. Если есть в России. То есть там видишь 7-8 схваток. Конкуренция выше. Да. И уровень выше. Ну, познакомился с ним, получается. Приехал сюда и понял, что я хочу заниматься сам. Не хочу ни от кого зависеть. И просто пообщался с ним. Он сказал, что лет's go, давай открывай. Я только буду рад. Он возлагает на меня большие надежды в плане России. То, что я буду здесь развивать парней. Ну, в принципе, вот я у нас в сборы приехал. Да, ему очень все понравилось. И он очень доволен моей работой. Потому что парни с нуля, там занимаясь 5-6 месяцев, очень крутой результат выдают. То есть он приехал, показывал свои техники на сборах, да? И он там смешной один довольно-таки момент был. Он показывает вещи, которые он мне даже не показывал ребятам. Они начинают делать с первого раза. И он такой, стоп. В смысле, Артем вам что показывал? Они такие, ну да. Он говорит, блин, либо я сейчас хорошо вас тренирую, либо Артем, чертов гений, заранее вам все показал. Типа, что я буду показывать на сборах. А как вы общались там? Переводчик был или нет? Ну, нет, есть ребята, которые довольно хорошо знают английский. Да? То есть там друг один жил в Америке постоянно. То есть, в принципе, проблем никаких вообще никаких нет. Ну, это прям такая история чудес. С 9 по 16 июня у нас прошли сборы на Павловском водохранилище. Фокс Звездный. Очень круто. Какие результаты? Дал именно на сборах парни получили 7 синих поясов, получили 1 зеленый и 1 оранжевый. Это что? Это детские пояса. Это детские. То есть, 2 детских пояса. Ну, у меня нет детей просто, как бы, я детей особо не набирал. Просто, как бы, знакомые обратились, типа, возьми ребенка. Он уже занимался джиу-джиусом 5-6 лет. И поэтому, как бы, ну, ладно, ну, что их не выгонять. Как бы, дети уже самостоятельные, что показываешь, они то и делают, уже дисциплинированные, выстроенные. Все. Психология, методика у них в голове. А кому лечит тренировать, детей или взрослых? Ой, тут так не ответишь. Кому очень нравится. То есть, детей можно... Ну, опять-таки, смотри, я не люблю детей тренировать из-за чего. Дети – это неосознанный выбор. То есть, тренироваться они приходят неосознанно. Он приходит, ему говорят родители. Родителям не понравилось что-то, они не будут водить. А ребенок улюбился в вид спорта, но он в него не пойдет, потому что сказали родители, не ходи, все, нельзя. И, то есть, может, он стал будущим чемпионом мира, это никто не знает. Но родители сказали, нельзя ходить. Или что-то там, переезд и так далее. То есть, ребенок не будет ходить туда, куда он по конца выбрал. Родители не дадут этому. А когда в лет 14, то есть, уже юноша, да, юноша уже сам приходит, как правило. В 10 лет еще, ну, встречала таких ребят, которые в 10 лет уже осознанно приходили заниматься. Поэтому я не особо люблю детей тренировать. Это очень тяжело в этом плане. Ты тренируешь 7 лет ребенка, и ему родители говорят, ай, все, школу пора учиться. Зачем тогда 7 лет, эти нужны были вообще не к ним? Да, непонятно вообще. Ну, вот у меня друг есть, Андрей Борисов тоже. У него вот группа детей. У него, наверное, прилично. У него постоянно цикл меняется, наверное, очень постоянно. Нет, у него просто есть братишка, который в возрасте 10 лет как раз. Ну, и все вокруг него, считай, строится, потому что он отдает ему лучшее. И он, в принципе, так же, как ты, действующий спортсмен, тоже выступает. Да, он знакомый. Да, и поэтому и результат у вас колоссальный. То есть по успеху действительно классный. Давай тогда поговорим о бразильском джиу-джитсу. Что это вообще такое? И это образ жизни? Да. Это образ жизни? Это не вид спорта. Это не вид спорта. Потому что можно, как бы, можно заниматься бразильским джиу-джитсу не уступая. Тогда ты не спортсмен или спортсмен? Как думаете? Для тебя, смотри, наверное, у тебя все перемешалось. И образ жизни, и... И рабочая деятельность. И бизнес. Да, да. Да? То есть это все в одном, это БЖЖ. БЖЖ лайфстайл. БЖЖ лайфстайл, окей. Расскажи, что такое знак? Шака. Да, что это такое? Ну, насколько я знаю, это, в принципе, сообщество бразильского джиу-джиу-джиу его позаимствовало. Это, в первую очередь, серпингисты и крушетисты. И он зародился вообще на Гавайях. Это приветствие, алоха. Типа, привет. Да, типа, саланчик. Да, просто, да. Ну, как бы, Бразилия находится рядом все. Поэтому все позаимствовал. Ну, потому что все, да, все БЖЖ-шники. И поэтому постоянно, где не фотку в глазах, думают, что мы обкурены. Да, 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 да. У всех такое мнение, что мы постоянно дуем траву. Нет? Не постоянно. Нет, не постоянно. Расскажи, как развлекаешься. Ну, то есть, вот есть спорт, есть работа, есть деятельность. Что приносит тебе удовольствие в плане развлечений? Девочки, наркотики, алкоголь. Не, я могу выпить, как бы, не такой приверженность, что чисто ЗОЖ. Я не курю сигареты, ну, грубо говоря, не пью. Но могу выпить, когда редко, да? Редко, да. Ну, надо как-то все равно стресс снимать. Просто некоторые говорят, вот, типа, зачем ты пьешь, тренируешься? Ну, как бы, приведу в пример, там, с своих родителей, да, застолье какое-то большое, когда родственники. То есть, все выпивают культурно. Никогда не было никаких проблем с алкоголем. То есть, дедушка, там, бабушка, все пили спокойно. Родственники, там, дядя, тетя, да, какой-нибудь там, день рождения, мероприятия или там, свадьба. То есть, никогда не было никаких проблем с алкоголем. То есть, все здравомыслящие люди, то есть, алкоголь, в принципе, в меру особо не вредил. Наоборот, как-то разбавлял компанию, они расслаблялись. Ну, такой небольшой антистресс. Да, да. Но это не означает, что надо выпивать, там, еженедельно. Как бы, я могу там выпить, и раз в месяц, это норма дымит. А как это происходит? То есть, это какой-то клуб, либо это застолье? Нет, ну, могу сходить с друзьями в клуб, либо застолье, нет, очень редко. Ну, то есть, чем больше я углубляюсь в джиу-джитсу, чем меньше становится мой круг общения. Это уже на протяжении двух лет все сужается, сужается. Почему так происходит? Ну, потому что я постоянно в зале, я постоянно в тренировках. Я ни с кем особо не созваниваюсь, ни с кем не переписываюсь. То есть, остался только очень близкий, то есть, круг общения, которые либо около джиу-джитсу, либо как-то к этому были привязаны и так далее. В частности, мы с тобой общаемся, они, грубо говоря, познакомились благодаря джиу-джитсу. Также какие-то другие старые друзья, то есть, начали сейчас ходить, тренироваться именно ко мне. До этого не тренировались вообще в джиу-джитсу. Ну, конечно, у человека, за которым ты наблюдаешь на протяжении долгого промежутка времени и видишь его успехи и результаты, ты понимаешь, что человек не просто так это делает. Ну, то есть, за этим стоят знания, и эти знания хочется тоже метамоделировать, так сказать, и себе их забирать. Окей, по развлечениям понятно. Значит, борцы не все курят, да? Нет. Или не всегда курят? Нет. Кто-то курит, кто-то вообще не курит. Человек только что выиграл там 2-3 схватки, пошел покурил, пошел еще в финал бороться. То есть, это для них норма. Они могут там съездить в Голландию, заказать кексы с коноплей, захавать, сидеть в зоне ожидания. И зона такая, транзитная зона в джиу-джитсу на крупных турнирах. То есть, ты сделал чек-вейт, чек-вейт – это контроль веса, то есть, тебя проверили кимоно, встал на весы, тебя загоняют в транзитную зону, и оттуда ты уже не выходишь, пока не пройдет одна схватка. И вот они там уже, в смысле, на расслабоне, под кайфами могут стоять, ребята. То есть, они, по сути, могут бороться, убитые, да? Да, да. Ну, мне кажется, это один из видов спорта, где, ну, я не знаю, другого вида спорта, где можно... Нет, ну, зачем? Если ты хочешь выступать на топовом уровне, то это надо все убирать. Не получится. Все-таки, да? Да. Если ты хочешь именно в адалтах, черных, коричневых, поясах, на топовом уровне выступать – не получится. Надо убирать алкоголь, надо убирать сигареты. Если хочешь быть топом – отставить наркотики. Да. Да, в любом виде спорта. Как бы все спортсмены расслабляются, все же самые футболисты наши, российские. Любят очень сильно расслабляться. Ну, я с футболистами, не доводилось мне отдыхать, но, наверное, да. Ты же занимался футболом, тебе виднее. Расскажи какие-нибудь... Вот смотри, ты очень много, наверное, был на сборах, на соревнованиях, путешествовал. И за это время были какие-то зашкварные истории, веселые, зашкварные. Есть какая-нибудь запоминающаяся, которую прям можно выложить так, чтобы это было смешно и весело? Подумать надо. Которая прям на языке. Ну, прям таких сильно зашкварных, или за которые стыдно тебе до сих пор? Да не было таких прям смешных зашкварных. Все как-то одинаково. Едешь на соревнования. Ну, как правило, когда я много ездил... Унадцатый год, наверное, был самый веселый, да? Ну, да, когда начинали всегда самое веселое время. Ну, прям зашкварных не было, ну, это. Окей, все было хорошо и классно. Давай про... А, был один момент, давай. Может, рассказывал кому-то уже. Я приехал... Тренировки у Андре обычные делаю. То есть с утра мы встали с ним, когда я был в Италии, поехали в зал. Тренируемся, заходит парень, такого невысокого роста. Он от ушей до пятых татухок. Ну, то есть не как... Не какие-то татухи, но видно, что они... К чему-то принадлежность. Какой-то подкасте, что ли, как-то так. Потом я подошел к Андре, говорю, что за чувак? Он говорит, ты светильец, мафия. Я такой, окей. Типа, сейчас мы поедем после тренировки на Термини. Термини – это горячие источники, короче. Озеро Нажиро-Вулкана. Где-то 300 километров от Рима. Ну, там что-то нам оставалось 3-4 дня до Чемпионата Испании. Мы готовились на Мадрид Open, Чемпионат Испании. Мне надо было сделать вес – 3 килограмма. Он говорит, типа, залезешь в это озеро и за часа полтора у тебя четверка слетит. Там соли горячие. Да, да, да. Ну, все, поехали. Окей, поехали. Только ты, говорит, едешь с этим чуваком на тачке. Я такой, ну ладно, окей. Я сажусь с ним в машину, не понимаю вообще, что он говорит. У него нулевой уровень английского. Только итальянский еще очень странный с акцентами сицилийцев. У них свой итальянский. Некоторые итальянцы вроде не такое большое расстояние, да, как у нас в России, там, от Уфы до Владивостока. Сицилийскую мафию все знают. Да, но они не понимают друг друга, очень тяжело. То есть акцент большой. Мы едем. Ну, я понимаю, что он по телефону разговаривает с Андреем. Ну, как я понял, что он ему сказал, типа, мы сейчас даем домой, я что-то там, то ли вещи оставлю, то ли что-то ему взять надо. Мы к нему домой заходим. У него сидит семья дома. Дом большой. И на меня вот так смотрит. И просто жена начинает со мной на английском разговаривать. Я такой, фу, слава богу. И батя такой у него, короче, тоже. Весь в татухах. Сицилиец в галстуке, в белой рубашке, сидит в ужине. Обедает. Часа в два, наверное, времени было. Ну, я такой, вроде все успокоился, думаю, нормально. Я выхожу вниз, на первом этаже у них магазин. Через дорогу. То есть не в его доме. Я захожу, он заходит со мной, говорит, иди бери, что хочешь. Ну, типа, иди в магазин. Ты воды хотел, там, говорит, что. Я захожу, беру кусок пиццы, там пицца такая, короче, ленты. Подходишь, ножницами отрезаешь. Я отрезал там себе кусок. Даю. И начинаю расплачиваться. Просто кассирша смотрит на меня и на этого парня. На меня и на этого парня. И не берет у меня деньги. И тоже на английском не разговаривает. Я говорю, типа, иди, типа, не надо денег. И я, в смысле, думаю, сейчас она, я уйду, она вызовет ментов. Я же не понимаю, что происходит. Ну, ладно, я плюнул, просто ушел. Не понимаю вообще, что случилось, короче. Потом спрашиваю у Андрея, говорю, почему у меня женщина не взяла деньги, типа, в магазине? Он говорит, это территория, вот, Сицилиц ее, короче, охраняет, содержит. Если бы она, так как ты его гость, если бы она при нем у тебя деньги взяла, они бы ночью эту ларик сожгли. Короче, это как во времена, там, 30-х годов. Да, там до сих пор, там до сих пор это очень. Это наша корова, и мы ее доим, да? Да, Италия, наверное, самая коррумпированная страна в Европе, очень. То есть, там можно купить гражданство, можно, ну, то есть, там мафия ходит вообще, в этом смысле. Я видел два раза, наверное, за неделю одного и того же парня в новостях видел три раза. Его ловили менты, ну, там есть такая военная полиция, карабинери. Они ловили его, сажали, через день он выходил, показывал фак камеру телевизионщикам. Но через день его опять сажали, и он опять выходил. То есть, очень влиятельные люди. Там кино, реальное кино. То есть, есть на что посмотреть. Ну, это интересно. И в Италии очень любят Путина, я не знаю почему, очень сильно любят. Так, ну, отлично. Историю мы услышали. Давай дальше. Давай поговорим о зале. То есть, сейчас вот у тебя есть один зал. То есть, есть команда. Это филиал. Да. Итальянского зала. Называется фландфлоу. Фланджи с академией, да. Окей. Расскажи, что я получу, если я приду к тебе в зал. Ты сделаешь из меня чемпиона. То есть, если я буду тренироваться. Какие знания? За какой срок? Давай такую небольшую минуточку рекламы сделай. Прям можешь. Ну, все зависит, опять-таки, от возраста. Надо полагать, что вот ты придешь в 30 лет, тебе стоит от себя самого ожидать какие-то определенные вещи, да. Которые я тебе скажу в самом начале тренировочного процесса. То есть, в принципе, человек сейчас придет. У меня первый вопрос к нему. Зачем ты пришел? Что ты хочешь получить? Саморазвитие, выступать на соревнованиях. Не знаю, просто, то есть, там. Дома все достали на работе стресс, да. Пришел просто стресс отпустить, там, агрессию выписывать. То есть, у всех свои цели. Надо цели сначала узнать человека. То есть, а потом я просто пришел к выводу недавно, да, для самого себя. Чтобы мне было проще. Ну, и не загоняться в плане тренерской деятельности. Я помогаю тем людям, которые сами с ней хотят помочь. То есть, которые просят. Если он просит, я помогаю. Если человек не хочет или просто как-то как нейтралитет ходит на тренировки, я тоже ничего до него делать не буду. Вот он ходит, значит, ему нравится вот как-то вот так быть аморфом и не там, и не там. Вот просто вот он тренируется. Без запроса смысла никакого нет. Помощь без запроса это наоборот. То есть, я вижу, что человек хочет развиваться, я помогаю. А так просто бегать за всеми человек, кто ходит на тренировки, кто не ходит, я за ним не буду бегать. Если человек хочет, если кто-то хочет, пришел с запросом, я хочу научиться, сколько времени мне надо. Все зависит от возраста опять-таки сейчас. Если ты молодой, ну, полгода тренировок, от полугода до где-то девяти месяцев синий пояс. Если у тебя нормально все с организмом. Что, вот смотри, давай так, что значит синий пояс? По сути, люди приходят вообще заниматься единоборствами? Ну, как бы, наверное, основным мотивационным пинком является защитить себя. Ну, если тебе 17-20 лет, самооборона. То есть, чтобы ты мог постоять за себя, чтобы постоять за свою там девушку, чтобы ты чувствовал себя уверенным. Правильно? Да. Когда я приду к тебе в зал, буду заниматься, я получу это, я буду чувствовать себя уверен, я смогу постоять за себя, если я буду заниматься джиу-джитсу, а не боксом. Да, сможешь, вполне, потому что даже вот были инциденты, то есть, мои же ученики, которые вот недавно у меня там занимали, начинали заниматься, да. Какие-то мне там страшные свои истории, походу, в клуб там рассказывали и были довольны тем, чему я им научил. Да? То есть, да. Просто здесь вот самый извечный вопрос, это борец и ударник. И ударник, да. Давай подойдем к этому. Ну, в плане, опять-таки, если заниматься джиу-джитсу в плане самообороны, да, можно. Но именно компетиторское соревновательное джиу-джитсу, оно другое. То есть, человек, который ни разу джиу-джитсу не пробовал, не тренировался, да. То есть, он придет на соревнования топового уровня по джиу-джитсу, ему будет очень скучно. Он не увидит ничего там прикольного. Именно об этом я хотел с тобой поговорить. Ну, люди не понимают, что это. Это настолько, такой, грубо говоря, фейковый обман. То есть, смотри, ты смотришь, да, ничего не происходит. Что-то там парни на полу барахтаются, оба на жопе сидят, крутятся-вертятся. И ты думаешь, что они делают, да? Это реально смешно. Ну, типа, вот, чувак, ты такой включаешь, да, пять минут и смотришь, как два мужика. Что-то крутится, барахтается, потом встает. Один опечален, другой радостный. Одному руку подняли. Что я смотрю? Что произошло, да. Что произошло, да. Это что за бред? Ну, вот в этом проблема джиу-джитсу. Так. В том, что его не сделать зрелищным. Это не зрелищный, да. Да, не зрелищный. Поэтому мне сейчас делают зрелищные турниры, где там можно делать слэмы, можно делать сели-глоки, то есть крутки-пятки. Тот же самый турнир EDCC очень много. По-моему, сейчас даже телевидение подключается, чтобы показывать, транслировать. Да. Да, да, да. Но именно само джиу-джитсу в этом плане скучно. Вот. Давай теперь смотри. Вернемся опять. Вот есть ударник, есть борец. Кому легче научиться? Ударнику научиться борьбе или борцу ударки? Как ты считаешь? Ну, вот возьмем, допустим, UFC, да? Турнир UFC. Да. 80-90% тех, кто сейчас на данный момент носит титул, все борцы. То есть они поставили ударку и пришли в ММА. Ну, потому что в борьбе надо больше как бы думать, а тат-лаки-панч и проще, да? Ну, то есть у борцов, в плане чего, у ударников больше очень много статической силы. Такая она грубая, взрывная, в борьбе не нужна такая сила, в борьбе надо наоборот. То есть, грубо говоря, мягкую силу, чтобы ты мог и отдыхать как-то и напрягаться. То есть более сбалансированное тело, что ли у борцов. Грамотно используете энергию, да? Да, да. Теперь, возвращаясь опять к тебе, к твоему, к твоей атлетической карьере, к тому, что ты достигаешь и сейчас уже подходишь к пику в ПЖЖ, мне хотелось бы узнать, есть ли у тебя желание попробовать себя в ММА? Ну, то есть поставить себе ударку и выступать по профи. Выступать по профи не знаю, но мне было бы интересно привести один бой, наверное, чисто для себя проверить. Я думаю, это 100% интересно. Проверить просто, могу ли я или нет. Ну, как таковой цели в ММА я не вижу. То есть у меня, в принципе, нет к этому тяги. Давай теперь так, смотри, если мы опять берем, исходя из того, что мы обсудили, UFC, микс, ММА, где есть ударная техника, это всегда зрелище, это всегда кэш, это всегда бабло. То есть если мы говорим о заработке и о том, что ты хочешь зарабатывать на жизнь именно спортсменом, ну, атлетом, понятно, что джиу-джитсу, но джиу-джитсу включает в себя ММА. Ну, да, включает. Ну, смотри, есть много других примеров. Много, конечно. Помимо ММА. То есть, ну, опять-таки, в России пока нету, но это можно создать. Если получилось у других людей, почему не сделать у нас? То есть есть топовые академии, которые очень хорошо зарабатывают. Вот. Очень хорошо. На джиу-джитсу. На джиу-джитсу это либо должен быть какой-то, знаешь, сеть залов. Нет, не сеть. Есть один зал, он зарабатывает сейчас больше всех. У них бизнес номер один. Как тогда это сделали? Просто сделали. Выстроили грамотную инфраструктуру в зале. То есть, очень дисциплинированный, красивый зал. Два топовых тренера, очень трудные тренировки и очень дорогие тренировки. Окей. Расскажи, у тебя есть, ну, то есть... Стратегия? Нет, ты открыл зал. Ну, то есть, зал тот, который сейчас получился. Ну, грубо говоря, это не то, что ты хочешь в абсолюте, но есть то, что ты мечтаешь, о чем ты мечтаешь. Есть визуализация того зала, который ты хочешь? Да, есть. На данный момент, сейчас уже работаем по этому вопросу. То есть, это свое большое-большое помещение. В идеале даже не помещение, а отдельное здание. То есть, ни к чему не прикреплено своей территории в плане земли. То есть, можно сделать свою парковку, плечи в какую-то зону. Можно даже чалаут-зону какую-то для отдыха, да? Для борцов. Да, для борцов. Для борцов. Просто многие академии все-таки с оглядкой на Запад, смотри, да? На Штаты. Ну, конечно. Оттуда все идет. Топовые залы, ну, как полагается, то есть, у них есть и релакс-зона крутая. То есть, даже есть кафешки при залах. То есть, это значит, если ты делаешь такие вещи, да? Кафе или какой-то зону отдыха, то значит, у тебя нестигаемый поток людей. То есть, вот как ты открылся в 8 утра, у тебя идут группы за группой, группы за группой. То есть, у нас еще, видишь, у нас климат. Климат у нас очень тяжело. Если бы было всегда лето, то да. А видишь, здесь у нас очень сложно то, что есть зима, осень, весна. И вот эти вот переходные периоды школы, там, не школы. Здесь особенности национальной рыбалки, так говорится. Ну да, есть с этим проблемы, но... Это будет зал чисто джиу-джитсу и борьбы, либо это зал микса будет? Нет, чисто борьба. Чисто джиу-джитсу. Борьба в плане... Будет несколько направлений именно только в джиу-джитсу. То есть, джиу-джитсу и самооборона. Ну, в частности, самооборона и развитие тела просто. Типа, грубо говоря, джиу-джитсу или фитнес. То есть, ты просто ходишь, подержать себя в форме. Зачем просто ходить и держать себя в форме, не научившись драться, допустим, ходить на секцию бокса, да? То есть, тебя будут качать, гонять, но ты драться не научишься. В этом же нет смысла. Здесь тоже самое. То есть, тебя все равно научатся себя постоять и набрать команду. То есть, воспитать сейчас несколько хороших спортсменов, которые потом будут зарабатывать на этом деньги за счет того, что они будут тренировать. В большом зале очень много людей. Чем больше людей, тем больше зарплаты. Да. Знаешь, недавно прочитал книгу Макгрегора, тренера Макгрегора Кавана, знаешь? Да. Вот. Он рассказывал полностью свой путь, от чего пришел. Рассказывал, как сделал свой зал и как получилось так, что Макгрегор у него тренируется. У тебя, по сути, прошло всего лишь полгода. То есть, от того момента, как ты открыл зал. Как ты считаешь, когда придет то время, когда твои ученики будут стоять на пьедестале… Чемпионата мира, чемпионата Европы? Что это вообще, по-моему, результат? Может даже раньше. На некоторых людей я уже возлагаю большие надежды, но это все зависит от них. Это зависит от них? Да. О тех, кто занимается сейчас. То есть, все равно у них своя голова, если они готовы мне довериться к тому пути, к которому я их веду. То есть, выступать, соревноваться. Как бы сейчас просто очень трудно в этом плане. То есть те же самые ребята, которым 18-19 лет, талантливые, у них сейчас нет работы, очень много мороки из-за этого Поэтому я хочу быстрее открыть зал, чтобы они уже могли начинать тренироваться, чтобы они уже могли получать деньги за свою работу Пускай это будет пока что не такие большие деньги, но они хотя бы смогут уже на эти деньги жить Это уже будет первый заработок своим любимым делом По мне так лучше зарабатывать не такие большие деньги, но заниматься любимым делом, чем какие-то огромные деньги Ты там встаешь в 7 утра, приходишь в 9 вечера, зарабатываешь 300 тысяч в месяц, умираешь, бегаешь с самыми днями, где-то не так Ты можешь сказать, что ты живешь той жизнью, которую ты хочешь жить? Да, я живу той жизнью Тогда расскажи еще Нет, есть пару вещей, которые бы хотелось исправить Ну, точнее, в данный момент они невозможны, просто я буду к ним стремиться, чтобы просто улучшить То же самое, только улучшенная версия И скажи еще, в чем заключается цель и миссия твоя? Я понимаю, что она связана с джиу-джитсу Для самого себя или для общества? Просто миссии бывает и для себя, и для общества И так, и так, как тебе по кайфу? То есть, я так понимаю, она все-таки как-то косвенно, либо прямо связана с джиу-джитсу? Да, да, ну это как я тебе говорю, божжа лайфстайл То есть, люди, которые занимаются, ну, где-то около 3-4 лет джиу-джитсу, да, непрерывно Они, у них уже образ жизни джиу-джитсу начинается Повернутость на божжа, да? Это, да, грубо говоря, так То есть, это уже отклонение Так, и? Ты хочешь сделать для них идеальное место, где будут достичь повернутые на божжа люди? Это будет одно место, либо это будет по России несколько филиалов Я пока об этом не задумывался, филиалы пока что мы откроем Докфлоу То есть, уже есть в Каймазах, в Октябрьском филиалы Башкирии И вот после сборов мы обсудили, сразу открыли в Кирове Я в августе поеду делать, давать семинар ребятам, да Выстроим тренировки, спешим программу, тренировок и так далее Вот так То есть, филиалы по России уже есть? То есть, филиалы по России, итальянского Андре, вот этого тренера, есть уже? Да, Тюмень, Уфа, Киров А ты выступаешь в роли кого? В роли наставника для российских филиалов? Нет, ну, за сибирский регион отвечает Тюмень Здесь, ну, ближе, в эту сторону я То есть, ты Мазах открывал, я в Кирове Ну, то есть, если я советую Андреаса, Андрей ко мне прислушивается и говорит, давай откроем, нет проблем Типа, ты отвечаешь за них Типа, это твои ребята Ты за них отвечаешь Я же, говорит, не здесь 24 на 7 Типа, я приезжаю раз в год, вижу первый раз людей Ты их знаешь, я не знаю Я не могу с ними сотрудничать, ты с ними сотрудничаешь Ну, за полгода это очень много То есть, уже три академии Это очень много, да Три академии за полгода, действительно Ну, не за полгода, в августе будет год Год в августе Вот смотри У каждого человека в жизни есть люди, фильмы, книги, которые его вдохновили И нас направили, так сказать, на путь Назови вот этих людей, может быть, эти фильмы или книги Которые повлияли на формирование твоей личности В большей степени В формировании моей личности И кому, может быть, ты благодарен, да Больше всего я благодарен, как ни странно бы, да Это моему второму тренеру бутболу То есть, да То есть, именно вот эту дисциплину, да В плане тренировок и так далее Он заложил, почему? У меня был один момент Вот я занимался 4 года, да За 3 года я пропустил только одну тренировку Тренировки были 6 раз в неделю Даже 2 января мы выходили на тренировки По футболу? Да, я пропустил одну тренировку за 3 года И то мне надо было, как бы, там По документам куда-то ехать И на утренную тренировку я не пришел из-за этого То ли паспорт получить, то ли что-то такое То есть, я пришел на одну тренировку Представляешь, за 3 года И в джиу-джитсу тоже самое И раньше, то есть, какие-то были кумиры, не кумиры, да Сейчас я пришел в немножко другом мнении Самое главное в тебе, вообще, как в личности В плане спорта, это самая дисциплина номер 1 Почему? Вот у тебя есть план тренировок? Допустим, каждый день тренировок Не важно, там, 8-9 тренировок в неделю, да? Ты задал мне сейчас вопрос Мотивация Мотивация такая вещь Она зависит от настроения Тебя хорошее, ты мотивирован Ты не болеешь Какая у тебя будет мотивация, если ты 40 температур дома лежишь? Не будет тебя мотивация, потому что у тебя кто-то будет выздороветь Дисциплина, ты встанешь и пойдешь Потому что надо, просто самая дисциплина Постоянная самая дисциплина во всем В плане тренировок, в плане отдыха То есть, самая дисциплина не только в тренировках, она должна быть и в отдыхе То есть, ты чувствуешь, что тебе надо отдыхать Но надо расписывать тренировки и в обратном направлении тоже Ты расписываешь тренировки, да? Столько-столько ты тренируешься Надо расписывать и отдых Это такая же вещь Обязательная вещь Питание, то же самое То есть стараться следить за собой в питании То есть я сразу замечал, когда мне было 18-17 лет, когда я занимался, я мог есть все, что захотел И мой организм на это нормально реагировал Сейчас уже нет, у меня в 25 лет будет, да, в этом году То есть уже это сказывается, я заметил, что если я поем жирную пищу, у нас, к сожалению, не так комфортно заниматься То есть уже вроде молодой, но уже возраст говорит об этом То есть твое тело уже дает знать, что, блин, чувак, может, будешь ты тамбургер сегодня кушать? Нормально еду поешь В итоге ты пришел к ПП? Ну не прямо к ПП, но я уже начинаю задумываться об этом, что может, сегодня не надо есть, потому что завтра тяжелая тренировка Я с тобой полностью согласен Опять, в плане таких людей, на кого я как бы смотрел, не смотрел, да, в плане саморазвития Ты спрашиваешь именно в плане джиу-джитсу? Может быть, с джиу-джитсу Вот смотри, если мы опять берем, вот я говорю, отсылка к книге, которую я прочитал, вот этот Кавана Он увидел, как Грейси борется Он увидел, говорит, я... Но он вживую, наверное, увидел? Нет, он видел тоже по телеку, то есть на абсолютно бойцовском чемпионате Когда я, говорит, увидел, посмотрел то, что он там такой маленький, щупренький, а вышел и заборол там большого такого огромного чувака Я понял то, что я же тоже могу То есть у меня две руки, две ноги, голова типа ничем не отличалась И он начал, поверил в себя и начал этим заниматься А его мальчишку вот это, ну, как бы вдохновило то, что он увидел У тебя, может быть, тоже что-то такое было? Поначалу прям такого нет, у меня прям просто нравилось Джефф Моусон может? Нет, мне просто нравилось, допустим, заниматься, да? Ага Но в какой-то определенный момент вот тот же самый парень, с которым я в Лиссабоне познакомился, да? Который живет в Норвегии Очень сильно меня в одностое время смотивировало, то есть... Смотивировало меня продолжать заниматься, грубо говоря То есть он смог, он живет в такой же стране, в таких же условиях, как мы, допустим, да? Где нет топовых залов, топовых людей, то есть там не 200 человек в зале, а 5 Так же, как у нас То есть более-менее одинаковые реалии И... то есть он развивается, почему нет? Надо тоже дальше работать Ну, то есть переломный момент появился не случайный человек Да, да И не случайный диалог Просто как бы... Помог... Не то, что диалог, я с ним тренировался на протяжении недели То есть он мне что-то там показывал Мы просто тренили, ходили Семья, здоровье, спорт, бизнес, карьера Что главное? Семья Семья? Близкие Семья не то, что родители именем А что такое семья? Семья это люди, которые тебе дороги Это друзья? Все Кого ты считаешь близкими к себе По духу Те же самые ученики, это тоже семья Ученики, тренера Какие-то люди, которые тебя окружали, помогали Которые не отстранились Всегда рядом На коротком звонке У тебя есть партнеры по бизнесу? Ну, потому что ты делаешь Не партнеры, я бы сказал Есть те люди, которые мне помогают Спонсор? Ну, я бы не скажу, что спонсоры Просто как бы... Спонсор это... Назовем так, когда есть контракт Потом спонсор Таких вещей нету И, в принципе, мы такие вещи не обговаривали Но просто есть люди, которые помогают И очень хорошо помогают Выручают Постоянно Потом есть люди, которые наставляют И... А кто у тебя наставливает? Это Андре? Да? В плане джиу-джитсу, да И есть те, кто наставляет в бизнесе Сейчас какие-то там вещи пытаются для меня сделать Что-то там... С кем-то познакомить С кем-то свести Потому что и сейчас... Ну, один человек занял довольно-таки Высокий пост И... Сейчас, в принципе, ну... Будем потихоньку дороги открывать В эту сферу Чтобы, как бы, внедрить финансы В то, что мы делаем Потому что без финансов это тяжело Это достаточно созидательная цель То есть это абсолютно созидательная Это здоровье нации Это... Ну, очень тяжело Почему? Потому что это не спорт, опять-таки То есть он не прописан в министерстве спорта Есть джиу-джитсу Неваза Да Есть различные федерации Они, как бы, профессионы Но именно бразильское джиу-джитсу В том виде, в котором я его преподаю И многие топовые академии Они оппозиционируют себя Как именно академия бразильского джиу-джитсу Ни академии Неваза Ни академии грэплинга Но, опять-таки, они все Борются на грэплинге Говорят, я мастер спорта по грэплингу Но ходят почему-то в зал джиу-джитсу Зачем? Ну, какое-то такое Непонятно очень Ну, если посмотри Что может катализировать процесс твоего роста сейчас В плане развития Моего дальнейшего Зала И всего остального Вливания финансов Это партнер Ну, грубо говоря, либо спонсор, либо партнер, либо инвестор Да? Просто деньги Просто вливание финансов Ну, да Ты как идейный человек Любому идейному человеку Деятельному идейному человеку Необходимо полить его идею финансами Чтобы она переросла в бизнес Правильно? Ну, в принципе, может быть Даже кто-то посмотрит наше видео И скажет Вот это тот человек И та идея, в которую я хочу войти Может быть, все бывает Да, может быть И скажи, что для тебя важно в партнерстве Именно в бизнес-партнерстве На какие вещи ты смотришь И что для тебя именно критически важно? Я особо не хочу с кем-то сотрудничать В плане бизнеса сотрудничать Я бы лучше взял деньги в долг И потом просто частями как бы их отдавал Либо, да Просто это очень тяжело И проще мне пойти взять кредит в банке Чем сотрудничать с кем-то Я пришел к тому, что Я просто работал на многих залах И пришел к тому, что лучше работать на ух Это спокойнее, проще И как правило Бизнес Такая вещь, которая ссорит людей Не ссорит какие-то недопонимания Появляются И ты просто не общаешься с этим человеком И все Очень много таких примеров И у тебя, думаю, тоже Есть такие примеры Очень много И я не знаю, почему так Но в России это постоянно Какая бы сфера ни была Спорт Не знаю, рестораны Кальянные Какие-то вещи Которые открывают Обычные парни, да Ну, грубо говоря Обычно парни молодые Что открывают? Кальянную, забегаловку Что-то в этом Компьютерный клуб Да, что-то в этом Компьютерный клуб Что-то в этом плане И потом Сплит Расход Почему-то Но если бы они этого не делали Они бы, скорее всего, дальше общались Ну, наверное, потому что Надо на берегу обсуждать Какие-то условия Нет, просто Почему-то это именно в России А, то есть такая Не знаю, почему А там в Европе Там проще Потому что они, ребята, разошлись Потому что они были вместе Нет, он был его ученик А, да? Они не бизнес-сотрудники Они не сотрудничали А, ну, как у тебя получилось, да? Ну, просто кто-то от меня ушел Да, и все Я же не сотрудничал с джанглом Я просто ушел Я занимался людей низком Просто выступал, да Выступал за академию Пытался там как-то привлекать людей Очень много людей пришло Из-за меня туда заниматься Из-за Кости Лукина Тоже топовый спортсмен У нас в Башкирии Только Больше веса у меня Килограмм на 30 Ну, то есть я в легком весе Он в тяжелом Просто ко мне недавно подходили ребята Которые перестали заниматься и говорили Что мы вот в джангле начинали тренироваться только из-за вас Кости То есть А Костя также сейчас в джангле? Нет, он ушел еще раньше меня А, то есть у него тоже своя? Да, он своя Он сейчас открыл Насколько я знаю Филиал Стрела Тим То есть это российская команда Очень большая Ну, одна из лидирующих в России Да, именно в России Одна из лидирующих И вы, получается, сотрудничаете? Нет, мы не сотрудничаем Мы просто друзья Мы можем созваниваться Но вы можете прийти Потренироваться Да, нет проблем Вообще нет проблем Просто Чтобы потренироваться У друг друга Это надо как-то опять-таки Скоординироваться Потому что Совместную тренировку То есть и так далее Да Ну, это, скорее всего В выходной день В выходной день все отдыхают Это очень тяжело Так, окей Давай Вернемся К вопросу О ММА Меня интересует Вот знаешь, какой момент У тебя есть ученики Те, которых ты воспитываешь Твои воспитанники И Если у кого-то из них Появится желание Выступать По миксу Ну Чтобы Повторить там Судьбу каких-то известных Именитых спортсменов Там Макгрегора Того же Макгрегора Магомедова И так далее Ты сможешь подготовить Их К этому Да, я думаю, да В плане партера Именно партер Именно бразильское джиу-джитсу Для ММА Да Потому что я это очень много разбирал Очень много Сам пытался Тренировать В этом плане Здесь еще нужна будет Ударная техника Нет, без ударки А кого бы ты Есть из Уфимских тренеров Или вообще Из твоих знакомых тренеров С кем бы ты мог посотрудничать С подготовкой бойца Вот как раз таки Для того, чтобы он выступал По профикам Да, есть Очень много молодых ребят То же самое Андрей Борисов Там Роберт Мусалимов С Ягуара Денис Терехин Который сейчас Ходит ко мне на тренировки Тоже Мастер спорта По тайскому боксу Я думаю Вполне достойные Тренера В плане ударной техники То есть Тренеров Ударки У нас в принципе много Потому что Тренер спорта Он немного проще Чем джи-джитсу То есть Там Сама инфраструктура Проще То есть По крайней мере Он дольше здесь Он дольше, да Это бокс Это тайский Это гораздо дольше И Еще в чем проблема У нас Почему допустим Очень мало Сильных ММашников Именно с Башкирина Ну Как никаких Все равно мало Мало Вообще мало Единиц Единиц Ударка у всех хорошая Нет борьбы Но эти люди Почему-то Не приходят На то же самое Бразиское джи-джитсу Они не хотят изучать Это Я не знаю почему То есть У нас есть Вот центр Мамада Тот же самый Открылся У них нет партера Вообще Слушай А вот смотри У них очень На любительском уровне Партера Я не знаю И они проиграют Я очень много Соревнований Я видел Что Многие ребята Проигрывают болевыми Причем С самых простых Позиций Если с точки зрения Джи-джитсу Разбирать Какой-нибудь Там Закрытый гард Их оттуда Собьмите Делают Собьмешины Оттуда Но это проблема А почему нельзя Сделать Знаешь Почему нельзя Сделать промоушен По борьбе Я вот не видел Ну вот прям Такого крупного Или по БЖЖ ACB лига Сейчас этим занимается 9 Так 8-9 Сентября В Уфе Будет промоушен Лига Приедут топовые Мировые джитсеры Да Да У них очень большие Гонорары Здесь Да В Уфе А кто организовывает ACB Лига ACB Чеченская Лига В Уфе Будет Ты бы хотел Сделать сам промоушен Свой Нет Я бы хотел выступать На это очень много денег Надо И это пока Не принесет денег Я не знаю На чем они зарабатывают На идее Наверное Возможно Да Возможно Я не знаю Пока это минусами Кажется Это не бокс Это не футбол Значит Твое сердце Целиком Полностью Продвижит борьбе Да Ну это наверное Я считаю Одним из самых полезных Видов спорта Сына я точно Отдам на борьбу Потому что По башке Ты не получаешь Тело у тебя Полностью развивается Постоять за себя Ты можешь Ну Минимально Травмоопасный И В то же время Ты развиваешься Как мужчина Как личность Потому что Постоянно Либо ты Либо тебя То есть Тестостерон у тебя Вырабатывается Допустим В плане Что замечал В плане Тренировочного процесса Да Человек Занимался Каким-то другим Видом спорта Долго Очень Вольная борьба Удар На высоком уровне У него Питере Галей Ну по какой-то причине Закончил Пришел на джиу-джитсу И Допустим У него очень большой Бэкграунд Там Десять лет В кимоно И Он приходит И там Какой-нибудь Парень Который занимается Пять-шесть месяцев Начинает его Уничтожать На тренировке И задевает Его эго И Очень часто Так бывало Что человек Перестал ходить На джиу-джитсу Я не знаю Почему Потому что Да Потому что Не работало То что Не работало То что он Тренировал Десять лет То есть Ты тренируешь Десять лет Приходишь К каким-то Странным ребятам Который валяется На полу На себя На жопе Да И все Что ты тренировал Не работает Очень тяжело С это смириться Это очень трудно Себе переосилить И Принять Это Что Блин Надо Надо развиваться Здесь Просто Как бы Если джиу-джитсу Брать для ММА То оно Узко Направлено То есть Там Вот эти все Сидения На жопе Это все Убирается И Более Примитивно Более Просто Начинается Наработка То есть Без всяких Запендрежных Приемов Ну опять Таки Снимается Кимоно Позиция В чем В чем Различие Между Бжж И грэплингом По сути Только В том Что там Грэплинг Это не Джиу-джитсу Это искусство Так Отнесем его К искусству Спорт Либо искусство Грэплинг Это не вид спорта И не искусство Это свод правил Это то же самое Это то же самое Джиу-джитсу Просто свод правил По которым Можно Вот это Вот это Делать Грэплинг Это Свод правил Турнее Турнее Сложнее Джиу-джитсу Но опять Таки Но больше В жизни Применимы Грэплинг Да нет Ты можешь Джиу-джитсу Точно так же Применять Я же тебе говорю Это у нас В России Просто Как-то так Сложилось Что все Думают Что это Сидение На жопе Те же самые Сейчас У меня Тренировки Очень много Стойки Я даю Хотя Я сам Стойку Не даю То есть Не знаю Я начинаю То есть У меня там Есть пару Ребят Которые Более-менее Хорошо Знают Зудо Там Коричневый Пояс Какие-то Другие Пояса Они начинают Тренировки Вместо Меня Вести Тоже Самую Группу Которую Я веду То есть Мы начинаем Стойку Нарабатывать Начнем Какие-то Более Простые Вещи Нарабатывать То есть Это тоже Сейчас Начинает Работать Сейчас Надо Во всех Аспектах Развиваться Мир Слишком Быстро Развивается Поэтому Чтобы Оставаться На грани Надо Двигаться Недавно Статью Прочел В джиу-джиу Есть Два Вектора Направления Таких Простых Есть Один Очень Быстрый Есть Один Очень Долгий Вот У меня Долгий Сейчас Поясню Что Первое Ты берешь Допустим Болевые На ноги Как Больхарус Да Берешь Три Года И за Три Года Делаешь Только Болевые На ноги Тренируешь Тренируешь Свои ноги Настолько прокачать Болевые На ноги Что ты Будешь делать На уровне Топового Черного Пояса Ноги Но ты Кроме этого Ничего не умеешь И со всех позиций Со стойки С партера С эскейпов С каких-то С выходов С позиций На ноги Переходишь Делаешь Но ты Кроме этого Ничего не умеешь Ты два года Тренировал ноги И длинный Путь развития Когда ты Тренируешь Все по чуть-чуть То есть Фундамент Базу Как бы Комбинированный Всем надо выбирать Либо так Либо так Можно любой прием взять И его тренировать 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 Ты станешь профи В этом приеме Но если он тебе не получится Ты проиграешь в схватку То есть Есть такие ребята Которые черные пояса Топовые Ну как правило Если у них это не получается Потому что они умеют Они проигрывают схватку Очень сильно проиграют Ну да Есть А знаешь У меня наверное Такая аналогия Может быть Клипово-понятийное мышление То есть Есть клиповое мышление Ты чуть-чуть знаешь А есть Ты глубоко в вопросе разбираешься Вот ты глубоко в вопросе Болевых на ноги разбираешься А есть клипово-понятийное Это вот допустим Ты все по чуть-чуть знаешь Все по чуть-чуть Ну и достаточно глубоко В плане жизни тебе да Мне кажется Больше пригодится Когда ты все знаешь Да Однозначно Давай так Смотри Есть Представим Что у тебя Внезапно Ты выиграешь в лотерею Короче У тебя есть 10 миллионов баксов На что ты их потратишь Прямо сейчас Как бы ты их распорядились Как бы ты ими распорядились 10 миллионов баксов Да Ты бы выпустил Вискарь Шалькао Нет Нет Я бы не уместил Как бы ты их потратишь Ну В первую очередь Я бы открыл зал Один? Нет На данный момент Я бы открыл зал Создал бы Большую команду И все эти деньги И все эти деньги Потратил бы На развитие Ребят Которые у меня будут Тренироваться в академии То есть Спонсорство Бренд одежды Сразу же Бренд кимоно Ну то есть Полное обеспечивание Да Ребят Которые у меня занимаются Компетитер группа Именно И площадку Соревновательную Ну промоушен Свой промоушен Мини Не обязательно большой Но такой промоушен Довольно-таки хороший Где периодически Проводить турниры С призовыми фондами Да Привлечениями Каких-то других Инвесторов Каких-то вещей Ну то есть Это полностью связано С Джил Да Ну возможно Я бы может быть Сменил место жительства Куда? Если бы столько дней Ну Потеплее Краснодар? Крым? Крым не знаю Я там не был Крым наш На юге был На Крыму не был Его могут отобрать Не знаю Построишь Там отберут Весы зал Может быть А еще В плане мотивации Есть ребята знакомые Живут на Украине The Radiolo Team Академия Там есть один знакомый С ним периодически Переписываемся У него спарринг-партнер Моего веса Борется лучше меня Но он по оси ниже То есть Его готовят На чемпионат мира Постоянно он выступает На топовом уровне Постоянно в призах на мире На Украине Хотя у них в Украине Такая ситуация как в России То есть не так много Академий То есть сейчас уже Более молодые парни Начинают обороты набирать И с топовыми джинсерами Бразильцами Америкосами Нормально зарубаться На соревнованиях И выигрывать их Это интересно Так на самом деле Знаешь вот Потому что вроде как Тенденция идет К тому что Молодые люди сейчас Больше времени проводят В телефоны В гаджетах За компами играют Да Это проблема Не может ли быть так Что там через 10-20 лет Вы останетесь без работы Там и типа Все уйдут туда И будут все там Жирные такие И ничего делать не будут Или все-таки Ты думаешь Всегда будут люди Нет Всегда будут люди Которые хотят заниматься спортом Всегда Сейчас спорт модно На данный момент Спорт это тоже модно И киберспорт тоже модно Да Где-то я недавно видел Что скоро откроет киберклуб Ты будешь сидеть в телефоне Но ты будешь в клубе Возможно Но в виртуальную Дополненную реальность Будут входить в наши Может быть Ты будешь одевать очки И будешь Так же кувыркаться Бороться Да Ты тут не получишь Так удовольствие Как от реалии Ну конечно И развитие такого не получится Да Слушай Ну смотри Тогда окей Идеи у тебя Ну Относительно зала Мне понятные Хотелось бы узнать Какие способы Еще привлечения инвестиций Может быть Использовал Краудфандинг Допустим Или венчерные инвестиции Нет Такие Я в этой теме Особо не разбираюсь Поэтому Я туда не залазил Пока у тебя Все сосредоточено На развитии Именно Компетенций Да Я сейчас особо Никуда не тороплюсь Потихоньку Но Правильное направление Грубо говоря Джиу-джитсу Чем отличается От других видов спорта Джиу-джитсу Можешь стать Мастером спорта За два года И черный пояс За два-три года Может получить Джиу-джитсу Очень трудно Это сделать Практически невозможно Там есть единицы Людей Которые За три-четыре года Черный пояс Получали Они считаются Уникум На весь мир Там Пять-шесть человек То есть В принципе Значит Это очень тяжело В дзюдо Ты можешь За три года Чемпион в России Выиграть Стать мастером спорта И получить черный пояс В джиу-джитсу Только невозможно Очень трудный вид спорта Очень длинное развитие Самый трудный пояс Это синий На нем бывает Зависает От двух до пяти лет Я например Четыре с половиной года Я вот тоже подвис Так На сих лет Слушай Скажи Напутственные слова Тем, кто придет К тебе в зал И Чему ты можешь научить И вообще Для молодежи Которые может быть Сидит за компом Играют Скажи что-нибудь Какие-то советы Лайфхаки Лайфхаки Да, лайфхаки Того как надо Как не надо Ну Обязательно Занимайтесь спортом Приходите ко мне в зал Я научу вас Круто бороться Развивайся И Чем мне именно Нравится джиу-джицу Да, почему Стал замечать Что молодежь За него цепляется Допустим Сейчас Очень мало Люди ходят на бокс Классику То есть Классика себе Жевает Очень мало Не то что башка Такой атмосферы Нет То есть Я же говорю Божилот Цепляет Типа бренда Все Все очень Так выстроено И сами турниры Очень круто Круто выстроены То есть Там как-то Своя Такая Крутая атмосфера Я был на Чемпионате России По вольной борьбе В Петербурге Заходил Я был в зале Там нет такой атмосферы Как на чемпионате Европы По джиу-джицу Там как-то Такая субкультура Все На релаксе У меня такое ощущение Короче Вот знаешь Что короче И поэтому все думают Что он там постоянно курит Там такая атмосфера Чуваки с дредами Расты такие Чисто Подевают химоноху И начинают Да Там очень много таких Вот я игру И знаешь Это привлекает Почему? Потому что Ты можешь быть собой Что-ли Спокойно Я знаю ребят Которые Курят Бухают И выигрывают Вот Но это талант Наверное Больше Голова работает В джиу-джицу Есть несколько направлений Я же тебе говорю То есть Ты можешь Качаться Пацан какой-то Вообще Никогда не качался Просто Шлифует Свою технику И вы боретесь На равных Ты жмешь Там по 200 кг А он 60 кг В груди Отржать не может Но ты не можешь Его выиграть И Как будет Заставлять задуматься Кто прав Да А если Тот Насчет качаться По крайней мере У меня После Диалога Сейчас с тобой Появилось Желание Одеть кимоно Хотя барашку И Залететь в зал Я думаю Через пару дней Так и сделаем И В заключении Расскажи Знаешь О чем Если У тебя будет Когда-нибудь Возможность Снять фильм Какой фильм Ты снимешь Это будет Фильм о борцах Лайфстайл БЖЖ Либо что-то другое Есть несколько Вариантов В зависимости От того Во сколько лет Это будет Происходить Допустим Я буду Оба Выкладывай Но если Сейчас снимать Допустим Просто БЖЛайфстайл Если В будущем То это Видение Того Как джиу-джитсу Изменила Мою жизнь Изменила Жизнь Моих учеников То есть Тренерство Соревнования И так далее Автобиография Больше Автобиография Грубо говоря Не то что автобиография А именно Как именно джиу-джитсу Поспособствовало То что Происходило В моей жизни Если бы не было джиу-джитсу Что было бы И Первый вариант БЖЛайфстайл Соревнования И так далее У меня есть Пару ребят Которые постоянно Уже блог Джиу-джитсу Ведут Там Знакомые Уехал в Бразилию Давно уже Месяца Три назад Каждая неделю Выпуск кидает Ходит по разным залам Гуляет с бразильянками На пляже На Копа Кабани Загорает Бьет кокос Ушел с работы Уехал просто Взял билет Улетел Один конец Один конец И как там В Бразилии Не надо виза С Россией договор 90 дней Прилетаешь на один день Можешь обратно Если я не ошибаюсь Вроде на один день Можешь достаточно Улететь Тигуан Чтобы штамп поставили Чтобы границу пересек И обратно можешь улететь Изумительно Идеально Ну тогда что Приятно Побеседовали Спасибо, Тём Давай Залетим к тебе в зал Всем Всем спор Всем джиу Давай, пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok